Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Кроме одухотворенно улыбающихся гостей эфирной студии Страны ФМ, сегодня здесь мы, Роман Шахов, Александра Хайрулина. Друзья, мы вас приветствуем и с большим удовольствием сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Элины Р. Привет. Микрофон говорит, да. Привет, дорогая Элиночка. Привет, привет. Рада видеть снова. Ура. Мы тоже очень рады тебя видеть и очень рады, что ты сегодня не одна, а со своей командой, бандой, с потрясающими музыкантами. Давай представим сразу всех и уже потом поговорим о музыке. Да, конечно. С нами сегодня будет играть на басу Марсель Хакилов. Марсель, привет. Марсель, пошел его отлично. Пошел мел. Класс. Илья Казанцев у нас сегодня будет такой перкуссионный. Олюш, там тоже все очень серьезно и интересно. Красиво. И Дима Чемурев на клавишах. Дмитрий. Клавиши красные. Спасибо. Очень красиво. Мы прям в предвкушении. Красный рояль. Ну, Элина, дорогая, ты же тоже не с пустыми руками, а не просто с микрофоном. А зрители, которые сейчас смотрят, они, конечно же, уже обратили внимание, что Элина тоже сидит перед ней неопознанный музыкальный инструмент. Я бы так сказала. Раздает ли он Wi-Fi, скажи. Wi-Fi не раздает, и телефон, представляете, через USB тоже почему-то не заряжает. Ты отключаешь ребят в случае, там, если что-то тебе не нравится? Что за пульт управления? Нет, нет. Это, знаете, это история, которая... Это штука, которая начала мою музыкальную историю. В некотором смысле... Папин подарок, да? Да, да, да. До этого у меня была другая модель, а вот после голоса я купила себе новый лупер. Это вещь, с которой я начинала выступление одна. Я с помощью голоса имитировала инструменты, выступала капельно. А сейчас для меня это очень классный помощник в живых выступлениях. Мы сегодня продемонстрируем, как это работает. А зачем вообще перед тобой стала необходимость сотрудничать вот с этой технической штукой? Ну, наверное, в первую очередь аналитический склад ума, любопытство. Так. У меня не было музыкального образования, и мне было важно понять, как это работает. И я училась на айтишниках, и мне было интересно, как же я смогу связать свои знания в IT, свою музыкальную страсть. Мои рейтили-музыканты, и вот папа, он мне сказал, попробуй вокальный процессор. Я попробовала, и я начала внимательно слушать, что же там играет бас, что же там у нас играет гитара, что же там происходит с барабанами. Это мне помогло просто разобраться в музыке, и теперь это классный помощник, например, в написании песен. Это не хочешь уже расставаться с ним ни за что. Нет, нет. Вы сроднились. Слушай, а вот так, если ретроспективно вернуться, ты папу не спрашивала, может быть, это была от папы скрытая мотивация тебя приобщить к музыке? Возможно. Все-таки родители музыканты, а ты айтишник. Айтишница. Она сказала, я же айтишница. Да, но если это была скрытая мотивация, то она однозначно сработала, потому что у меня дома уже три лупера, и я постоянно не знаю, что же мне сегодня брать. Наверное, я скоро их все соединю, у меня будет вот такая станция, как у барабанщиц. Ирина, правильно мы понимаем, что разница у этих трех луперов как раз-таки не в цвете, размере, в стразах и так далее, да? И в фирме. Они принципиально чем-то отличаются? Это примочка, знаете, например, у гитаристов всегда есть такой в ногах педалборд. И никто уже не воспринимает это как странность, когда гитарист своему инструменту придает новый окрас. Но вокал — это тот же самый инструмент, и почему я, например, не могу сделать как-нибудь вот так, если вы слышите сейчас? Класс! Планета, вулкан с нами на связи. Да, да. Почему бы не украшать вокал точно так же, как мы украшаем другие инструменты? Плюс ко всему, сегодня вы услышите, этот прибор помогает мне в аранжировках. Я могу записывать вокал в режиме онлайн и создавать. А он и тюнит тоже, извини, пожалуйста, подтягивает? Он может тюнить, да. То есть можно лажать абсолютно точно, и он все сделает. Можно не петь, Саша. Он может тюнить, да, но он тюнит, знаете, в каком формате? Вот такой есть исполнитель Фрэнк Коушен, когда я хочу придать такой электронной перчинке вокалу, можно поставить такой жесткий автотюн, но это будет слышно, что это электронная обработка. Обычный автотюн, конечно, здесь все равно не сработает. Если ты поешь мимо, то ты будешь петь мимо. Это все равно это услышать. Есть ли какой-то жанр, может быть, так уже называется? Да, да, это называется лайф-лупинг. Артисты, которые записывают в живом времени инструменты прямо в лупер. Сколько вас? Пять, четыре, три? Миллиона. Сколько нас в мире? Я не думаю, что миллиона. Можно в Ютубе набрать лайф-лупинг, но в Москве, я знаю, есть несколько артистов. Например, Настя Маслова. Послушайте эту девочку. Она подключает все в эту машину и записывает все. Флейту, бас, клавиши. Работает это очень здорово. Ну, кстати, надо сказать, что из-за этим наблюдать тоже очень интересно достаточно. Конечно, конечно. Это такой перформанс всегда. И для тех, кто не видел, для них это всегда эффект вау. Что же там происходит? Почему была девочка одна, сейчас там два голоса? Кто, 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 кто там стоит? Кто этот человек? Кто еще поет? Давайте от слов тогда перейдем к делу. Ты обещала в своем инстаграме, что в основном здесь будут сегодня новые произведения. Да. Что это за произведения? Не только в инстаграме, но и когда был в следующий раз. В прошлый раз у нас в эфире, не так давно, да, Ирина анонсировала, что грядут новые песни. Да, грядут новые песни. И мы начнем, наверное, прямо сейчас с одной из новых композиций. Да? Здорово. Я не хотела что-то менять, но стало страшно, Что ты уйдешь вдаль от меня или к ней обратно. Сон наяву больше не тут. Как мне разобраться? Как тебя вернуть теперь? Как тебя вернуть домой? О, 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 о А мне не нужно все это, да Если любовь и игра Как мне разобраться? Как дышаться нам вернуть обратно? Как тебя вернуть домой обратно? Как тебя вернуть домой, как и прежде будь со мной? Как тебя вернуть домой, как и прежде будь со мной? Как тебя вернуть домой, как и прежде будь со мной? Как тебя вернуть домой, как и прежде будь со мной? Сегодня с нами Элина Р. Браво! Концерт и зал «Страна ФМ» — это премьеры, это новые песни. Да, это новые песни, над которыми мы только-только начинаем работать. Но я уже не терплюсь поделиться ими со своими слушателями. Так что надеюсь, они понравятся, будут и ждать обратной связи. Сегодня будет много песен. Для тех, кто, может быть, не знает, не видел эфир с твоим участием, ну и как-то так по уважительным причинам, конечно, разумеется. Не очень следил пока за твоим творчеством до сегодняшнего момента. Очень важно заметить, что и музыка, и слова — это все твоего собственного авторского сочинения. Да, да, очень долго у меня было убеждение, что я не могу писать песни. Наверное, у многих есть такое убеждение, у многих. Может быть, ты когда-то делала попытку, и кто ты нашелся, кто сказал, что это вообще не вариант? Самое смешное, что я даже не пробовала это делать. Я была просто уверена, что это что-то очень сложное. А как оказалось, это все, как, наверное, и всегда в жизни. Да, конечно, и ты просто больше стала слушать песни современные, да, вслушиваться в рифме, пытаться найти смысл, и поняла, что я могу лучше. Папа подарил Томик Тютчева. Как это было? Расскажи. По поводу песен, как я начала писать музыку. Ну, конечно, ты же сначала думала, что не можешь, а потом вдруг. Я начала исполнять песни, ковера, вот при помощи процессора, записывать свой голос. И мне начали говорить люди, которые приходили на мои концерты, и в том числе мои друзья. Они говорили, ну, когда ты уже споешь что-нибудь свое. Это все в Санкт-Петербурге происходило? Да, это все происходило в Санкт-Петербурге. И ты уже работала или пока еще училась? Я училась, да, я училась. И я начала просто нажимать что-то на клавишах, я изучала, как это все работает. И у меня начали получаться англоязычные песни, потому что больше я слушала английской, конечно, музыки. А потом я попала на Emporium Music Fest, который вы хорошо знаете. Конечно, мы знаем, да. И на открытии выступал Алексей Чумаков, и он исполнил свои песни на русском языке. Я их до этого слышала, но вживую меня это так потрясло. А потом выступили в студии, потом кто-то еще, и у всех русский, такой классный материал. Я подумала... Просто вполне неплохо русский язык звучит тоже. Да, я подумала, какой он музыкальный, он сложнее для написания определенно. И чтобы сделать какие-то складные и красивые вещи в русском языке, в песнях, это нужно немножко постараться побольше, чем в английском языке. И я просто очень впечатлилась и написала песню «Город», свою первую песню на русском языке, в ту же ночь после открытия Emporium Music Fest. И с тех пор не могу остановиться, пишу на русском языке. Мне очень нравится слагать мысли в слова и получать классный результат. Песня «Город» и клип на эту песню в нашем эфире. А получается, может быть, именно из-за того, что тебе хотелось смягчить русский язык, чтобы он звучал так же плавно и певуче, ты и стала вырабатывать свою вот эту очень нежную, такую прям мягкую, не знаю, какую-то просто волшебную манеру исполнения. Расслабляющую. Манера исполнения – это тоже интересный вопрос. Я училась как раз-таки на айтишницу и приехала на каникулах из Санкт-Петербурга в Уфу домой. И говорю папе, папа, мне так понравились песни, Майкл Фрэнкс есть такой исполнитель, давай запишем кавера. А Майкл Фрэнкс – это человек, который поет примерно вот так. Майкл Фрэнкс – это человек, который поет очень аккуратно, а я начала «Бэрфуд он за бич». И папа сказал, слушай, ты вообще не пой, ты просто говори. И я расслабилась и начала петь просто как поется, и я услышала свой тембр, что он у меня такой песочный. Потом я поняла, что у меня своеобразная какая-то дикция. Я не выговариваю, наверное, часть букв, и поэтому получается… Но «Р» ты выговариваешь, иначе ты бы не взяла себе такое птичное «Лина Р». Проверка на дикцию. И вот таким образом тоже по совету папы, когда он сказал, не пой, говори, рассказывай свою песню, рассказывай свою историю. И вот с тех пор рассказываю. Свои истории. Ну получается, что никаких педагогов, которые ставили тебе твой голос, их просто нет в природе? Моя мама. Как все рядышком там, да. Очень удобно, очень. Да, конечно. У меня все так в жизни сложилось. Обучение на тому. Все удобно сложилось, да. Вот, да. Мама, она до сих пор работает сейчас педагогом эстрадно-джазового вокала в Уфе. Так что вся семья… Как зовут ее? Давай маме-папе. Да, да. Маме-фариде привет. Папе-алексею большой привет. Большой привет вам, Фариде-алексею. Ну это здорово. Я думаю, что они невероятно гордятся тобой, потому что ведь уже есть очень успешное появление на центральных каналах, на фестивалях, на проектах телевизионных. Были фестивали, и продолжаем сейчас работать. Сейчас концентрировались над выпуском авторского материала, и это мне нравится больше, чем участие в телевизионных шоу или фестивалях. Потому что ты делаешь именно то, что тебе действительно хочется, никто не навязывает тебе. Отказалась абсолютно напрочь от каких-то, не знаю, модных веней, течений, тенденциях. Ну потому что это действительно очень отличается от того, а материал, который просто сегодня в невероятном объеме поступает на почты главных редакторов, программных директоров, всех радиостанций и телеканалов. Мейнстрим. Ну я думаю, что на самом деле эпоха мейнстрима, сейчас скажу громкую вещь. Давай, мы очень любим. Мне кажется, она подходит к концу. На самом деле, музыка, другая музыка, она появляется все чаще и чаще, и ваш канал тому подтверждение. Спасибо, Леночка, тебе. Благодаря тебе в том числе. Спасибо. Поэтому я думаю, что мы близки к тому, чтобы наша музыка была более разнообразной, более многожанровой. У нас в нашей стране, в нашем городе большое количество музыкантов, артистов с потрясающим материалом. И нас начали слышать, у нас появилась возможность петь, рассказывать свои песни. Конечно, остаются модные течения, большие лейблы, но все-таки сейчас выигрывает материал. Скажи, пожалуйста, если представится случай и поступит предложение от какого-нибудь, неважно любого абсолютно лейбла, ты все-таки подумаешь, подписывать контракт или нет? Не знаю, попробуешь какие-то свои условия туда вписать, или твой ответ будет сразу озвучен? Скажу так, вот любые телешоу и любые лейблы и продюсерские центры – это взаимная игра, взаимный обмен. Как артист должен подходить лейблу, так и лейбл должен подходить артисту. Я пока что просто не знаю лейблов и продюсерских центров, которые бы выпускали такой формат музыки. Если когда-то такой лейбл или продюсер появится, я думаю, что можно будет об этом подумать. Но из ныне существующих, которые там у всех на слуху, это не те варианты. Так, друзья, после нашей программы у Элины родилась мысль сделать свой лейбл. Элин, ну тогда мы ждем у тебя сейчас очередной музыкальный шедевр. Что это будет, скажи нас. Следующая песня называется «Неолюбовь». А, это наша любимая песня, да. Да, послушаем сейчас. Трудно ли быть забудем? Когда ты не один, трудно ли быть таким, когда хочешь быть другим? Что-то изменять, начинать сначала, слепу причала мыслим ночами. И тебе не трудно быть со мной, и мы не одни. Не-а, 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 неожиданная любовь. Не-а, 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 не ожидали мы. Не-а, 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 неожиданная любовь. Не-а, 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 не ожидали, ожидали мы. Кто-то строит мосты, а мы строим мечты Годы, кто-то пишет стихи, мы играемся в них Каждому своё, каждое место, каждое слово, оно не ново И тебе просто быть собой, когда ты со мной Не а, не а, не а, не а, неожиданная любовь Не а, не а, не а, не а, не ожидали мы Не а, не а, не а, не а, неожиданная любовь Не а, не а, не а, не а, не ожидали, ожидали мы А кому-то грустишь, пока мы вдвоём Пока мысли мои горят ревностным огнём Это всё пройдёт, это бывало важно И всё останется всё же И сегодня важно то, что нам просто вдвоём Не, а, не, а, не, а, неожиданная любовь Не, а, не, а, не, а, не ожидали мы Не, а, не, а, не, а, неожиданная любовь Не, а, не, а, не, а, не ожидали, ожидали мы Не, а, не, а, не, а, неожиданная любовь Не они, не они, не они, не ожидали, ожидали мы Не они, не они, не они, не они Любовь Элина Эрш, Неолюбовь Неопоп, дорогие друзья Неопоп, Неолюбовь, да Как возникло вообще вот это вот неопоп? слово-составление. Мы думали, как описать нашу музыку, потому что, на мой взгляд, это русская поп-музыка, но когда говоришь кому-то, я исполняю русскую поп-музыку... У них немножко другое представление. Да, немножко другое представление. И когда мы начали выпускать первую песню, меня спросили в дистрибьюторском агентстве, а какой жанр? Я говорю, русский поп. Они говорят, может быть soul или rnb? Я говорю, давайте русский неопоп. И просто так сложилось, что в тот момент, когда мы придумали это название неопоп, мы как раз таки выпускали неолюбовь. Вот такой... Ну, может быть, действительно это все не случайно. Немножко матрицы, понимаешь, тут появилось. Да, да. Ну и правильно, получается, что ты на сегодняшний день являешься единственной представительницей, которая работает в этом музыкальном жанре неопоп. Основателем. Я думаю, что это не так. Я думаю, что много таких же ребят, которые работают в этом прекрасном жанре, просто не знают. И теперь вот мы знаем, как себя назвать. Надо же запатентовать. Но вот чего мы не знаем. Расскажи, пожалуйста, вот есть информация, что ты всегда находишься в хорошем расположении духа, всегда в хорошем настроении. Как тебе это удается? Ведь нет же кнопки такой. Я знаю, откуда эта информация. Это информация, наверное, с шоу «Голос», когда меня спрашивали, почему я постоянно смеюсь. Ну, как и все люди, конечно, я иногда грущу, иногда о чем-то думаю, но... Это обязательно светлая грусть какая-то, мне кажется. Ну, в целом, в целом я стараюсь все эти эмоции пускать в творчество. Не в истерике, а в творчество. И когда такое настроение, его на самом деле нужно ловить. Очень часто, так скажем, эмоции со знаком «минус» они ощущаются острее чаще, чем счастье. И поэтому дают иногда интересные песни. Вот, кстати, следующая песня, которую мы сыграем, она результат такой минорной, минорной грусти, минорного настроения. Вот это вот, вот это вот или песня? Нет, нет, нет. Не дождитесь, она тоже будет. Не геометрическая, нет. Не геометрическая, не геометрическая. Да, песня называется «Нарисованная земля», и она стала результатом размышлений вот об экологических вопросах, о которых мы в прошлом эфире разговаривали. Это очень важная тема такая. Да, если вдруг кто-то не смотрел эфир с участием Элины, она у нас была в гостях утром у Юлии и Влада, и рассказывала о том, что уже очень много времени уделяет тому и переживает искренне за экологию нашей планеты. А в частности, что делает сама и показывает пример другим, это раздельно выбрасывает мусор. Элина, ну в трех словах как-то расскажи еще раз. Куда батарейки выбрасывать, скажи? А красиво так. Красиво. Она говорит, да, нравится? Ну, просто все началось с малого. Мне моя подруга в университете рассказала, ты знаешь, что люди сортируют в Европе мусор, я об этом просто не задумывалась. И тогда я начала думать, боже мой, куда вообще уходит все то, чем я пользуюсь. Вещи из больших магазинов, как они делаются, продукты в магазине, как они сюда поступают. И я на самом деле очень ленивый человек, и мне бы хотелось заботиться о планете, но все, что я могу делать, это немножко заботиться о себе, поэтому я выбрала такой небольшой минимум, который мне делать удобно. Это сортировка. У меня дома стоит такой стеллаж с баками, подписано, где пластик, где бумага. Сортирую, сдаю в проект раздельный сбор, почитайте, кто не знает. В Москве очень классные ребята. Приезжают на дом, забирают весь мусор. Мусор, я думаю, доступно каждому. Сколько лет уже ты таким образом избавляешься от мусора? Лет 7-8 где-то. Это же очень много. Но ты в Москве именно, да, начала? Ну нет, я начала еще в Петербурге, когда училась там, в институте. То есть это уже твой такой образ жизни? Образ жизни, да, уже как-то даже странно, не знаю, из-под йогурта баночку выкинуть. Я воспринимаю это как посуду. Надо помыть, высушить, поставить, потом куда-то отдать. Слушай, ну это замечательно. И вот ты как-то в очередной раз задумалась о том, как же люди губят планету, задумалась об экологии и родилась песня. Да, родилась песня. Я подумала, она началась с той мысли, что... Многие сейчас скажут, господи, как же ей хорошо, наверное, живется, ей подумать-то больше и нечем. Она вот думает, при этом не эколог, а айтишник, поющий. Я подумала, почему мы, собственно, все не сортируем, например, почему мы уделяем мало этому времени. И поняла, когда мы говорим планеты, экология, мы воспринимаем океаны и китов, но как я могу связать себя с океанами и китами, которых я никогда не видела? Я поняла, что планеты, экология в моем смысле, в моем случае, это мой подъезд, моя квартира, мой дом. Вот что значит планета и вот что значит экология. Это та же самая планета у нас с вами прямо здесь сейчас под ногами. И вот родилась такая песня «Нарисованная земля» о том, что нарисованная земля — это не картинка красивая с пейзажами и китами, и королями-львами. Это наш дом, и нужно знать, из чего он состоит и как он нарисован. Какая ты умница. Нам невероятно, правда, очень хочется послушать эту песню. Но мы специально немножечко прямо вот оттянем этот радостный, счастливый, эксклюзивный момент. У нас пауза, друзья. Оставайтесь, скоро вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дамы и господа, Элина Р в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» и «Самая экологичная песня». Поехали. Нарисую облака белым цветом, Акварелью желтою, солнечным светом дома. В их окна стучится ветер, став не открой сама. Лед разрезает, не полетит никуда. Серый штрих карандаша станет дорогой, По которой, не спеша, идем с тобой в ногу кута. Приводит нас внутренний компас без стрелок сторон года. Вдруг стали бежать быстрее наших шагов. Земля нарисованная Могу сберечь, я могу сжечь союз. Рук наших с тобой, друг, Решила вчера, наше сейчас. Затаченный цвет графит освобожу я, Ярче, выше запарит в воздухе листва. Она лиха на моей картине летит за моря, А я живу в нарисованном мире, не зная себя. Земля нарисованная Могу сберечь, я могу сжечь союз. Рук наших с тобой, друг, Решила вчера, наше сейчас. Земля нарисованная Могу сберечь, я могу сжечь союз. Рук наших с тобой, друг, Решила вчера, наше сейчас. Нарисую облака белым цветом, Акварелью шелтой солнечным светом. Элина Р, браво! Концертный зал. Красиво нарисовала. Есть ли у тебя, да, вот может быть, к живописи, скульптуре какое-то стремление? Абсолютно кривые руки во всем остальном. Немножко отчасти и про руки. Извините, просто пока еще это прям очень актуально. Я очень хочу вас, ребят, попросить, расскажите, пожалуйста, про этот музыкальный инструмент, который только что мы слушали. В виде вот издалека, мне кажется, что это прям... Это устрица, Саша, мне кажется, нет? Это что, ракушки или какие-то орехи? Или орехи, мне кажется, нет? Из моря что-то, да? Что это? Это орехи бразильского... Бразильский орех. Бразильский орех. Ну, точнее, скорлупа ореховая. То есть сами орешки уже съедены были. Да, и теперь, так что... Очень интересно. У нас в студии впервые... Есть ли название у этого инструмента? Орех. Ореховый, ореховый, орех. Ореховый шейкер. Ореховый шейкер, отличное название. Нат-шейкер. Дарю название. О, здорово. Спасибо большое, что вы нас еще и просвещаете. Причем так прилично, надо сказать, да? Да, Илья — это тот человек, который может с помощью перкуссионной установки воссоздать целый мир и практически заменить барабанную установку. Поэтому очень рада, что сегодня с нами Илья. А как вы собирались? Как вообще ты нашла этих чудесных, талантливых ребят? Как я нашла этих талантливых ребят? Это долгий рассказ. Ну, хотя бы чуть-чуть. У нас еще есть время. Кастинг был, они выходили, ты поворачивалась на кресле, не к каждому, может быть, как вот? Нет, на самом деле, я думаю, эти ребята уже были даже у вас на студии с другими музыкантами. Например, Дима был уже с Гаяной здесь точно. Дима был, да? Да. Но ты хочешь сказать, что ты смотрела эфир «Страны ФМ», увидела Диму и сказала, мне нужен такой срочно клавишник. Это было практически так. И просто клавишник, это потрясающий пианист. Да, это было, кстати говоря, практически так. Так мы с Марселем были в клубе Козлова на одном концерте, где играл Дима. Я сказала Марселю, знакомь, знакомь. Я не выйду отсюда, ты с него не буду. Да, это было примерно так. Но дело все в том, что, я думаю, все музыканты в Москве и Петербурге знают друг друга, да и не только в Москве и в Петербурге. Наверное, по всей стране мы друг друга знаем, и мы понимаем, что друг другу нравится. Я просто знаю, что все эти ребята близкие, мне по духу люди, им нравится эта музыка. Это видно, кстати, даже прям невооруженным глазом. Поэтому создаем вместе с удовольствием. Слушай, ну это, понятно, коллектив, который тебе аккомпанирует. А хотела бы ты с кем-нибудь сделать дуэтную работу? Вы же всех друг друга знаете, артистов. На самом деле мы вместе, по сути, и пишем песни. Когда я написала мелодию, какие-то основные аккорды, так называемая демо, я прихожу к ребятам и говорю, ребята, ну вот есть что-то такое. И Марсель, например, помогает мне писать все аранжировки, продумывает бас. Потом мы едем к Диме домой, Дима продумывает дальше клавиши. Поэтому в целом это коллективная работа во многом. Я думаю, что Роман имел в виду, наверное, с каким-то артистом, да, коллаборацию, дуэт? Я думаю об этом, пока не буду раскрывать секретов, потому что те артисты, о которых я мечтаю, еще не знают, что я им скоро напишу. Да, я, конечно, думаю об этом. Мне нравятся очень многие московские артисты. И я думаю, что скоро будут дуэтные работы. Ну скажи, ну это те артисты, которых мы видим, переключая каналы на каждом абсолютно, там, федеральные, музыкальные. Некоторые из них, да. Все-таки. Да, некоторые, а некоторые нет. А некоторые нет. То есть список у тебя составленный, я так понимаю, не маленький. Да, у меня есть списочек, я по нему пойду скоро. Ну давай тогда, может быть, хотя бы, ну хоть пару фамилий каких-то известных назовем. Ну это же не будет прям удивительное удивление. Многие, может быть, из артистов хотят с ними спеть. Ну, я думаю, что я сначала подготовлю для них материал, чтобы они поняли. Песня сразу, конечно. Они скажут, Элина, а вы шлите, пожалуйста, ваш материал. Конечно, хочется поработать с кем-то в дуэте, потому что сейчас я сочиняю все сама. То, что мне нравится, то, что из меня и так уже идет. И было бы интересно, наверное, не столько спеть с кем-то, а написать вместе что-то. Поэтому в первую очередь я думаю об авторах-исполнителях. Некоторые из них были у вас в эфире. Ой, здорово. Здорово. Надо список поднять. Здесь твой выбор падает тоже, опираясь и на какие-то вот несимпатии, я не знаю, антипатии, на какие-то, чтобы близкие по духу, как и твоя команда, тебе эти люди были. Или тебе достаточно их громкого имени, не знаю, там, может быть, количество подписчиков в Инстаграме. Или, может быть, чтобы они были из стиля неопоп. Из стиля неопоп. Для меня важны, я думаю, как и для всех, для большинства музыкантов, которые занимаются творчеством, любимым делом, две составляющие. Человеческая близость какая-то симпатия и музыкальная симпатия. Вот. Я этим занимаюсь не для того, чтобы лейблу сделать больше материала. Я этим занимаюсь, потому что я хочу этим заниматься. Поэтому фиты будут, соответственно, с такими же ребятами, которые пишут свою музыку, занимаются этим с душой. Класс. Значит, это будет тоже очень круто. Инстаграммы, в которых я не так часто сижу, имеют совершенно здесь последнее место, наверное. Мы сегодня слушаем новые песни, за что тебе громадное спасибо. Они как-то будут выходить по синглам, или ты наберешь эпишечку, или целый альбом? Как у тебя? Пока что я хочу выпускать песни по синглам, потихонечку радовать слушателей. И я надеюсь, что в начале следующего года мы запишем уже EP, потому что материала так много, так много пишется, мы не успеваем. И при этом EP. Да, EP, да. Синглы и EP пока. А по клипам что? По клипам мы снимаем. Две работы уже у вас есть на эфире. И, кстати, со следующей недели будет «Треугольник», который мы сегодня тоже исполним. Презентовали мы эту песню некоторое время назад в утреннем эфире. Сегодня она еще раз прозвучит. Ну, а Элина нам пообещала суперэксклюзивное видео. Это уже на следующей неделе, поэтому мы тоже прямо находимся в предвкушении. Будем ждать. Ждать. А исполним мы сейчас «Треугольник» или это будет что-то другое? Мы можем, я думаю, исполнить «Треугольник»? Давайте исполним «Треугольник». «Треугольник», отлично. Расплетая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепою спиной. Ощущаясь твоей женой и смущаясь друзей порой, прячусь я за тобой. Если ты и я неправильно, можно брать несчастье за правила. Если же ищи напишу иначе, сделаешь ты так же, что все это значит. Твои звонки твои звонки твоя отдача, твоя жена, что все это значит. Я буду делать вид, что ничего не знаю, чтобы быть с тобой хотя бы с краю. Расплетая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепою спиной. Ощущаясь твоей женой и смущаясь друзей порой, прячусь я за тобой. Если я люблю обещание, как мне объяснить состояние того, что чувствую сейчас? Того, что завтра может и не быть. Давай не ставить точкой над «эй», оставим место для пустоты. Расплетая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепою спиной. Ощущаясь твоей женой и смущаясь твоей женой и смущаясь друзей порой, прячусь я за тобой. Расплетая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепою спиной. Ощущаясь твоей женой и смущаясь твоей женой и смущаясь твоей женой и смущаясь друзей порой, прячусь я за тобой. Расплетая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепою спиной. Ощущаясь твоей женой и смущаясь твоей женой и смущаясь друзей порой, прячусь я за тобой. Расплодавая грусть тоской, заплетаю вину косой, за слепой, прячусь я за тобой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я понимала, конечно, о какой мысли у меня подсознание пытается сказать Но когда я до конца раскрыла эту тайну, о чем я хочу сказать У меня сразу строчки куплетные пошли одна за другой И только потом я поняла, что эта песня как-то сама сложилась Как-то рифмы сами сложились Я вообще не старалась сделать ее какой-то ровной или интересной Оно просто пришло вот так Менделеевская таблица такая получается в музыке Да, да, Менделеевская таблица Вот, и эта песня, она стала для меня каким-то открытием Я поняла, что можно вот таким образом еще слова складывать Вот таким образом укладывать мелодии И после этого у меня открылся какой-то портал И я написала... Новый канал Как отреагировал Марсель, скажи, пожалуйста, на текст этой песни И на признание твое, что это из реальной жизни? Сказала, очень круто Но, с другой стороны, гитарный луп-то он первым, да? Да И сток-то оттуда пошел Да, сказал, очень круто И мы сразу начали работать над этой песней Обычно, знаете, у меня накоплен какой-то материал еще с прошлых лет И мы стараемся так по очереди выпускать А тут пришла эта песня, мы бросили все дела и сделали ее первым делом Так что получился такой результат Ну, песня, правда, такая интересная Ну, мы ждем-то и вдвоем Как фильм основан на реальных событиях В общем, да Ну, а получается же, все песни так или иначе находят отклик в твоей душе И они связаны либо с твоей жизнью, либо с ситуациями, которые ты наблюдаешь там вокруг себя Да, конечно Это же не совсем какие-то фантазийные фантазии такие Конечно Но, кстати, раньше мне казалось, что песня определенно должна быть основана на каком-то личном переживании Что ты должен это все Вот выстрадал, и тогда ты имеешь право написать песню на эту тему Да, пока я не прочитала очень классный материал про Билли Айлиш Кумир нового поколения Девочке, по-моему, 19 лет И она штурмует хит-парады И я прочитала статью Что вам нужно знать о Билли Айлиш, чтобы понять молодое поколение Я думаю, да, это то, что мне нужно Я подчеркнула у нее очень много клевых идей Она сказала, что вы не обязательно должны быть участником этой истории Вы можете вдохновиться историям соседа И она пишет свои песни, закрывшись в своей детской вместе с братом Который, собственно, саунд-продюсер всех этих песен И они просто выдумывают персонажей И потом по этим выдуманным сценариям пишут песни А давай она к нему придет и скажет Я без тебя больше не могу Он скажет, закрой дверь с той стороны А они сценаристы, Саша А потом, как ты Да, поэтому Песню может вдохновить что угодно Возможно, вы с Марселем именно так В дальнейшем тоже начнете писать песни Возможно, выдумывая персонажей и истории Да, но, конечно, первый толчок — это жизнь Думаешь о чем-то, и строчки сами рождаются А уже же ни для кого не секрет, что вы пара? Ну, уже теперь нет До этого было Слушайте, ну это наоборот Это всегда такие красивые истории, правда, вот подобные Очень хочется пусть ваши лица всегда и вечно Это найти не только еще и там любимого человека Но еще настолько близкого-близкого по духу И по звуку, я не знаю, по всему, по мысли Те самые ценные моменты, когда вам даже разговаривать порой не надо Может, все звуками такие Играть, что-то скажет, да, бум-бум-бум-бум, настучит Луп, Саша, сделает басовый луп Да, да Ну, а сколько вы вместе уже? Да недолго Не так давно, не так давно Но началась такая музыкальная симпатия Все-таки музыка связала вас, да? Это было важно очень То есть, если бы ты оставалась айтишницей, как ты выразилась Как ты думаешь, понравилась ли бы ты Марселю? Конечно Да, у меня все равно да И, кстати, Марсель соглашается, да Говорит, не важно, не важно Это просто еще большой-большой еще один плюс Это вишенка на торте, приятный бонус от жизни Значит, бонус развлекательный Расскажи, пожалуйста, о том, что ты, говорят, любишь играть в мафию Я люблю играть в мафию Это, наверное, было в мои студенческие годы Я обожала эти психологические игры, когда мои друзья пытались меня провести И, конечно, я всех звала, помню, в общежитии, в комнату отдыха Заставляла всех играть со мной в мафию и обманывать меня Ты готовилась так к своей жизни в шоу-бизнесе каким-то образом, да? Подсознательно Нет, мне просто была очень интересна психология людей Вот когда я училась в университете За это спасибо большое Петербургу Это был город открытия Я думаю, он меня во многом воспитал У меня проснулась какая-то страсть к человеческой психологии Мне резко перестало быть интересно, как люди выглядят или кем они работают Мне стало интересно, о чем они думают Что ими движет и почему именно так И последние песни, они именно результат таких размышлений Анализирую ситуации, которые замечаю в жизни, на работе, в музыке И вот песня «Селентиум» об этом Что мои мысли создают дома, как о них другим мне что-то рассказать О том, как понять друг друга со словами и без слов Потому что, чтобы мы друг другу не говорили, мы все равно поймем все по-своему И в этом плане мы глубоко одинокие люди И с этим ничего не поделаешь Но мы пытаемся как-то общаться словами, музыкой, взглядами Саимодействовать Энергетически, конечно, тоже соприкасаться У нас сейчас следующий трек «Что это будет?» Мы, наверное, сыграем трек, который мы пропустили Песню «Город» Это та самая песня, о которой я рассказывала, на которой меня вдохновил Леша Чумаков Надеюсь, мы с ним тоже скоро познакомимся Я покажу ему эту песню Ну, по крайней мере, одно имя Сашу знали Алексей, мне кажется, должен не просто гордиться А вообще уже сделать для себя Вот я родился не зря на этой земле Потому что благодаря мне Такие появляются таланты Алексей делает очень классную музыку И у него работают прекрасные ребята Так что передаем всей команде большой привет Привет, Леша, большой Да, и песня «Город» О любви к Санкт-Петербургу Но была она написана в Москве Поэтому это, наверное, такой мой микс любви к этим двум городам Класс! Ну, спасибо тебе, что не стал обделять Да Я слышу голоса птиц, что за окном моим Я вижу танец листьев, что во дворе моем В счастье погружаюсь вместе с солнечным дождем До затмения, не я Кто-то дома отсидится, прячась от дождя Кто-то, но не я, не я Город Я бегу по городу Мне так здорово Город Дыхаю счастье порами Чуть взволнована Вроде бы Я бегу совсем одна Удивляясь прохожим И в городе, где я нашла себя Найду и тебя Я слышу железь звезды Над головой моей Я вижу пресс-вечеркни Над городом моим Счастье растворяюсь без остатка Без следа до забвения, не я Тихо засыпаю, обнимая Целый мир счастливый, как и я И я Город Я бегу по городу Мне так здорово Город Дыхаю счастье порами Чуть взволнована Вроде бы Я бегу совсем одна Удивляясь прохожим И в городе, где я нашла себя Найду и тебя Город Город Я бегу по городу Мне так здорово Город Даю счастье порами Чуть взволнована Вроде бы Я бегу совсем одна Удивляясь прохожим В городе, где я нашла себя Найду 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 Город Я бегу по городу Мне так здорово Город Дыхаю счастье порами Чуть взволнована Вроде бы Я бегу совсем одна Удивляясь прохожим В городе, где я нашла себя Найду 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 В гостях У телерадиоканала Страна ФМ Мы послушали красивую песню Город Прям Хотелось бы тебя спросить Насколько Большой город Тебе помогает Дает силы Или наоборот Периодически тебе Хочется его покинуть Чтобы напитаться Энергией Как происходит в твоем случае Я очень люблю Путешествовать Как говорится Никто не любит Путешествовать Пока не начнет Путешествовать Я из таких людей Я очень долгое время Никуда не ездила Буквально Наверное в том году Открыла для себя этот мир И Нашла билеты За 2600 рублей В Исландию Представляете В Исландию Так Да я побывала в этом году В Исландии Поэтому Да да Уже в прошлом году Я побывала в Исландии И с тех пор Ты не пожалела конечно Нет конечно Нет конечно Не разочаровалась В путешествии Нарисованная земля У меня сразу визуализировалась Вот она это нарисованная картинка Нет Город не отнимает сил Если я чувствую Что мне нужна какая-то подпитка Я стараюсь найти возможность Отправиться В какое-то небольшое путешествие Даже хотя бы в Петербург В Уфу В Подмосковье Город Нет не отнимает сил Наоборот прибавляет И Люди Что в Петербурге Что в Москве С каждым годом просто Все лучше и лучше И с каждым городом Люди все интереснее и интереснее Поэтому нет Город это мой энергетик За который я так держусь Ищу мелодии и идеи Просто ты невероятный светлый человек Да Люди все лучше и лучше Очень много хороших людей Все так вообще очень хорошо И Нет это здорово на самом деле Я например То что тобой согласна Знаешь что Далеко не все так думают И возможно Некоторые среди наших зрителей И слушателей Вот ну что это такое Все же вокруг не такие Хотя нет Я думаю что наши зрители И слушатели страны ФМ Они Они примерно такие же Ну смотри Мы же трансформируем их сознание Такой музыкой хорошей Они расслабляются Даже в пробках сидят Конечно Заряжаем Посылаем им эти лучики Что тебя Какая музыка тебя заряжает Так же вот Какая меня музыка заряжает Ну например Сейчас я вдохновляюсь Вот московскими командами Вот тот же коллектив Гаяна В котором играет Дима Очень классную делают музыку ребята Есть равняться Даже Даже У нас в городе А так я конечно Люблю Фрэнка Оушена Сири Лэйми Потрясающая кстати Французская певица Которая работает Тоже с Loop Station Люблю музыку Которая Не заточена На каком-то одном жанре Где Знаете Для меня стало сейчас актуален Вот текст Почему-то в этом году Особенно Я отдаю особое внимание Тексту И О музыке Делаю вывод Насколько Эта музыка Подпитывает текст Насколько она помогает Раскрыться Вот этому содержанию Которое пытался Автор Донести Поэтому Слушаю в первую очередь Такие истории То есть Для меня музыка Это сборник Вот мне интересно Это временная будет история Со временем Или скажет наоборот Что господи Это не надо вообще задумываться Особо о смысле Так более-менее рифма Что бы и то не обязательно Ну вы знаете я считаю что Или ты думаешь что Если это уже все пришло к тебе То тебе придется Да Это моя определенная позиция Потому что У меня есть такой Такой пунктик Знаете в детстве говорили что Вот на телевидении там 25 кадром Нам что-то внушают Повзрослев я понимаю что это делается Не 25 кадром А от первого до последнего кадра Телевидение нам рассказывает что-то Оно нас воспитывает в некотором смысле Конечно И благо у нас сейчас есть интернет У нас есть право выбирать Что смотреть и что слушать А музыка это еще больший воспитатель Мы об этом почему-то не думаем Но музыка с нами вообще всегда И музыка точно так же Не 25 кадром От начала до конца Воспитывает нас Она нам что-то рассказывает И я считаю что все авторы исполнители Несут какой-то месседж Это может быть месседж Давай потанцуем Или давай поговорим о чем-то серьезном Или незабудка Твой любимый цветок Да ну например Это флористическое направление музыки Здесь есть свой месседж Но когда в музыке Вот актуальная для нас тема Мы обсуждали буквально недавно У нас в музыке такой я считаю перекос Популяризация не очень здоровых отношений между людьми Вечное страдание Какой-то поиск второй половинки Это слышно практически в каждой второй песне Еще алкоголя очень много Да и много алкоголя Это же все тоже нас формирует Когда я была девочкой Я думала ну когда там Мой принц на белом коне Везде же в песнях поют Поглядываю в окошко Не скачет ли он там Везде же в песнях об этом поют Поэтому для меня все-таки Как для человека Не столько как для музыканта В первую очередь важен смысл все-таки Я не говорю что всегда мои песни Будут какими-то сложными Про экологию Сирософскими Не обязательно Это может быть тоже Скибиди вапапап Если в этом Есть классный Посыл В этом есть классный Месседж Который я считаю Нужно сказать То конечно Да Зеленый свет этой песни В общем Ты ощущаешь Большую ответственность Перед своим делом Перед тем что ты делаешь В том числе Да Отчасти да А во вторых Мне хочется петь о том Что я думаю Вот И когда Человек всю свою карьеру Поет о несчастной любви Я не могу поверить Что он живет только этим Конечно нет Но этот самый человек понимает Что если я спою про экологию Эта песня никогда Ее во-первых Ни одной радиостанции Ни один телик не возьмет Во-вторых конечно Она там не наберет Измена экологии позвонятся В конце концов Ты что У меня вопрос Который касается Вот этого чудесного прибора Есть ли у тебя мысли Когда-нибудь Дополнить его Ну например Изучить гитару Губной кормушкой Губную кормушку Изучить гитару Может быть что-то по фортепиано Есть ли такая тяга у тебя У меня есть тяга Объединить все свои три процессора В одну машину Так Да Потому что можно делать Более интересные вещи На чем-то играть Мне пока не хочется Мне нравится Зачем когда такие Ну правда волшебные ребята Существуют Ну куда мне уже Вот куда мне Мне бы хотя бы вот это изучить На все сто процентов И уметь этим пользоваться Так же как ребята Пользуются своим инструментом Давайте посмотрим Мой инструмент Это голос Спасибо А вот что касается твоего инструмента Голос здесь Как тебе кажется Есть еще к чему стремиться Или Конечно Есть уже к чему Поучиться у тебя Всем остальным Конечно Всегда есть к чему стремиться Но знаете Есть такая прекрасная певица В Москве И такой образовательный Коуч Коуч наш Такой вокальный Всея Москвы Она не Ева Вот Она живет в Москве И преподает в Москве Так это все ее ученики Поют везде Ну отчасти да Вы знаете Она сейчас делает марафон И участвуют просто все Все вокалисты Которых я когда-либо видела И слышала в нашей стране Она говорит о том Что голос Это наше зеркало Я с ней полностью согласна Когда человек говорит Что я не звучу Мне эта песня не нравится Но звучишь ты Голос знает Как ты звучишь И песня Очень часто знаете Придумал что-то И думаешь Ну не нравится Это вот не я Нет это ты Просто сейчас Именно ты Ты такой Да Ты такой есть Над голосом нужно работать И важно входить Скорее в какое-то Такое эмоциональное состояние Она тоже об этом говорит У него нужно уметь входить И также плавно из него выходить Чтобы после не страдать От какой-то песни Поэтому Конечно Тренироваться нужно Так же как и На любом другом инструменте Да конечно Но опять-таки Во главе всего Смысл Вот Входи в голос Сейчас как раз Как это просто Большое удовольствие слушать Вот эти слова Которые произносятся сегодня В нашей студии Элина Р Мы просим Следующую песню Что это будет Да мы сейчас сыграем Сотканый мир склез Не повезет Когда подумаешь Что это будет Ветер Знай все наперед Я как и он Спустя столетия Что-то произойдет Я не боюсь Чего я еще не видел В этом мире Я живу давно В ней и в нем А в общем все равно Все так похожи Мои мысли создают Дома Как они вдруг Мне что-то Рассказать Мои мысли Заплетаются В слова Словно Способны Они Что-то Передать Словно Способны Они Что-то Собственный Свой Покой Он нарушает Польный Пленник Мне не дает Уснуть Снова Слова Сомнения Я знаю Что все пройдет За туманами Будет Ясный день Как теперь Да Увижу Тветы Что по мне Были Мои мысли Создают Дома Как о них другим Мне что-то Рассказать Мои мысли Заплетаются В слова Словно Способны Они Что-то Передать Мои мысли Создают В домах Как о них Другим Мне что-то Рассказать Мои мысли Заплетаются В слова Словно Способны Они Что-то Передать Словно Способны Они Они Что-то Они 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 А вот не хочется, чтобы это прекращалось. Прекрещала звучать. Да, ее мысли передали нам в послании, что мир прекрасен. Элина Эр, друзья, мы вас благодарим, Элиночка, ребят, браво, всем вам браво, большое спасибо за нашу встречу. Мы искренне желаем, конечно же, побед, творческих успехов и самое главное, ну, продолжайте, да, в том же духе. И ждем на следующей неделе обещанную премьеру видео на песню «Треугольник». Элина Эр, друзья, спасибо большое, спасибо и вам за внимание, до скорых встреч. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо!